Привет, город студии! С вами я, Алексей Казанский и команда Сигмы. Сегодня первый день лета. Погода нынче стоит соответствующая, хоть и дождливая. Но уже скоро синоптики обещают похолодание. Сегодняшний выпуск у нас тематический. Никаких сюрпризов. Тема вполне ожидаемая. 1 июня – День защиты детей. С чем мы вас и поздравляем. И вспоминаем бонусы, которые дарит девочкам и мальчикам, а также их родителям ямальская территория детства. Итак, поехали. Начнем с самого большого в стране регионального мат-капитала. 150 тысяч рублей на второго ребенка и 500 тысяч на третьего и последующих. Самая большая и весомая коробка для малышей, которую вручают при выписке из роддома. В ней уже 53 предмета. А в некоторых случаях можно взять деньгами. С 2018 года Артюхов построил 25 детских садов невиданной красоты и оснащенности. А скоро их число будет 30. Запущенные программы реновации школ построят 25 новых зданий. Все многодетные могут улететь по билетам за 2500 рублей каждый. Это такая льгота на Ямале имеется. Оформляется автоматически при покупке билетов на сайте авиакомпании Ямал. Образовательные сертификаты, гению Ямала, щедрые выплаты за победы в Олимпиадах и за 100 баллов на ЕГЭ, сеть корпоративных классов, школы искусств, оснащенные по последнему слову, целевые места в вузах и колледжах и губернаторские стипендии. На Ямале учись не хочу, но у нас все хотят учиться. А как иначе при таких-то плюшках? И про отдых не забываем. Этим летом больше 6000 ямальских детей бесплатно отдохнут в лагерях Тюмени и Краснодарского края. Новое в законах России с 1 июня 2023 года. Единые даты детских пособий, возвращение за гранпаспортов нового образца, вейпы больше нельзя купить в интернете. Подробности нововведений расскажем далее. Детские пособия теперь выплачиваются 3, 5 и 8 числа каждого месяца в зависимости от вида выплаты. Переход на такой график начался еще в мае. В итоге 3 числа каждого месяца родители будут получать единое детское пособие. 5 числа будет производиться выплата из средств маткапитала на детей до 3 лет. А 8 числа придет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Вновь можно получить за гранпаспорт действующий 10 лет, и для получения которого нужно сдавать биометрические данные. С 1 июня возобновился прием заявлений на загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации. С начала февраля заявления на паспорта нового образца не принимали из-за нехватки чипов у госзнака. Хочешь вейпить, иди в специальный магазин. С 1 июня запрещено продавать электронки в нестационарных торговых точках и через интернет-магазины. Единственное место, где подобные устройства продавать разрешено – стационарные магазины. Но и там запрещена их выкладка на витрине и открытая демонстрация. Закредитованным гражданам станет сложнее получить ипотеку. С 1 июня банки будут применять более строгие требования к расчету долговой нагрузки заемщиков и риска кредитного портфеля. Если клиент уже закредитован и его долговая нагрузка превышает 60%, то банк должен иметь большую заначку, если он выдаст ипотеку с первоначальным взносом менее 20%. Однако это не означает полный запрет на выдачу кредитов с первоначальным взносом менее 20%. На госуслугах появится сервис для обманутых дольщиков. Заявление на выплаты через портал госуслуг можно подать уже в июне. Граждане, пострадавшие от нечестных застройщиков, с помощью господдержки могут получить либо жилье, либо денежные выплаты. Срок рассмотрения заявлений, которые поступят через портал госуслуг, до 10 дней. Сейчас короткий перерыв на рекламу. Не уходите далеко, мы скоро продолжим. Я Аминева Татьяна Вячеславовна. Врач-ниверофизиолог, врач функциональной диагностики поликлиники СКАМ. Воябленность сердечного ритма – это новая методика. У нас сердце может замедляться и ускоряться. Чем больше размах колебаний, которые может сердце сделать, тем больше его приспосабливаемость. Допустим, обморок. От чего он возник? От того, что спазм сосудов в голове или от того, что сосуды, наоборот, расширились? Что мы увидим? Он адаптирован или нет? Он в состоянии стресса или нет? Мы можем предугадать, как он будет реагировать на нагрузку. Важно оценить риски сердечно-сосудистых осложнений. Одежда сидит не так, как на модели. Тогда вы просто не были в магазине «Знатная дама». Стильные образы для отпуска специального кроя. Нарядные платья для торжественных событий. Красиво по-весеннему в офис. От 50 до 64 размера. Микрорайон «Мирный» 7.2. Ты дерзкая и целеустремленная. Эффектная, яркая и амбициозная. Ты умна и настойчива. Ты просто прекрасна. 8 июня наш любимый праздник. Поздравляем тебя с еще одним женским днем. И приглашаем на ковбойскую вечеринку. Проведи этот день в компании лучших подруг. Место встречи – караоке-клуб «Мята». Собирай команду из четырех подруг и отправляй заявку на участие. Подробности в сообществе «Радио Сигма ВКонтакте». Подарки от наших партнеров ждут своих победителей. С начала 2023 года ямальские больницы получили полторы тысячи единиц современной медтехники. Хирургам Таркасале привезли ультразвуковой аппарат проведения малоинвазивных операций. Их уже провели 10 пациентам. Кроме того, пуровские врачи-травматологи тоже получили оборудование для операций на костях. Обновки в больнице Муравленко – высокотехнологичный аппарат УЗИ премиум-класса для исследования сердца и сосудов. А в Надыме обновили прикроватные мониторы в реанимационном отделении. В День защиты детей глава Нового Уренгоя Андрей Воронов поделился новостями главных детских строек газовой столицы и фотоснимками. В Тундровом готов фундамент и возведен каркас будущей школы на 800 учеников. Она будет состоять из двух блоков и теплого перехода между ними. Что будет внутри? Бассейн, спортивные актовые залы, столовая, зал хореографии, медпункт, библиотека, зимний сад, комфортные классы. В Славянском почти готов арктический лицей – одна из самых больших школ в России. Что будет внутри? Углубленное изучение естественных наук, таких как химия, биология, бассейн, арт-модуль с самым большим актовым залом на 600 мест. Ледовый корт. В строительных лесах и молодежный центр. Здесь будет северный характер 2. Бокс, мини-футбол, волейбол, гимнастика, силовые, ОФП и уличные тренажеры. Веселы и бодры. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как? Правильно, веселее. Узнали из какого фильма эти строки? Если нет, расскажем в сюжете. Подсказка. Сюжет про открытие пришкольных детских лагерей. Объявляю открытие оранжевого лета, первой лагерной смены. Новый Уренгой уже давно перестал быть городом, который на лето становится безлюдным. И на каникулы много детей остаются и в отпуск не уезжают. Доказательства. 650 школьников идут в детские лагеря при школах и детсадах. 1 июня открытие смен. Сразу 5 площадок, включая Карачаева, станут местом отдыха, развлечения и обучения для детворы. На базе 17-й школы работает инженерная площадка. То есть дети могут погрузиться в данное направление. У нас есть туристическая площадка на базе Академии талантов. У нас есть экологическая площадка. Это совместный проект предприятий ТЭКовских и образовательной организации. То есть сюда, к нашему проекту подключены очень многие социальные партнеры. Учреждения культуры, спорта, молодежной политики. Я уверена, что лето будет незабываемым для каждого ребенка. Ну и пользуясь случаем, поздравляю всех родителей. Успешный ребенок – это счастливый ребенок. После танцев со сказочными героями и песен, дети отправились помогать чебурашке собирать апельсины. Этот фрукт и его цвет стал символом сезона лагерей. Работаем все вместе. Давайте вот это вот. Так, это П. Лучшим отрядом смены «Оранжевое лето» станет тот, который соберет больше всех виртуальных апельсинов. Их начнут начислять за разные достижения. Этот квест стал тренировкой перед началом большого состязания. Что от летней смены ждет? Позитивного настроения? Хорошего дня. Хотела найти новых друзей и повеселиться. Я жду от лагеря игр веселья. Впереди детей ждет насыщенная программа. Первая смена продлится до 23 июня. А ответ на вопрос ведущего новостей – фильм «Посторонним вход воспрещен». Классика. «Мы бодры, веселы». Стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как? Веселее. Молодец, понял. Вот так и продолжайте. Татьяна Забродина, Алексей Емелев, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Нет-нет, да и да. В новостных лентах мелькают сообщения о том, что дети нахулиганили и попали в объективы. Но в Уренгуй не исключение. Тем более, что по уровню безопасности и оснащенности видеокамерами газовая столица далеко впереди многих других городов. И это хорошо. Каждый шаг под контролем. Из последнего подростки жгли цветы на вечном огне. После проверки их, конечно, очень быстро нашли. С их родителями, когда те вернутся из отпуска, комиссия проведет работу. В обязательном порядке мы отрабатываем все моменты в отношении несовершеннолетних, которые замечены в совершении тех или иных противоправных деяний. То есть это индивидуальная беседа с родителями, с самими несовершеннолетними. Ну и выяснение мотивов, причин совершения того иного поступка и последующее оказание семье, либо несовершеннолетнему необходимой помощи, если на то и имеется основание. Профилактика всему голова, скажут все. Воспитание в семье самое важное, скажем мы. Но тем не менее городские власти проводят мероприятия, их главная задача занять детей. Оно и правильно, не будет времени на глупости. Вариантов масса. Пришкольные детские лагеря, оздоровительные детские лагеря в других регионах, отдых у бабушек, дедушек. Для ребят старше 14 лет необходимость занятости в каникулы решается работой в отрядах главы. У нас в городе проводится огромнейшее количество мероприятий именно в летний период для организации содержательной досуговой деятельности детей. И я думаю, что ни один ребенок не может остаться не вовлеченным в данное мероприятие. То есть вся информация есть и на сайте администрации, и на сайтах профильных учреждений о проводимых каких-то мероприятиях. Пожалуйста, родители, обращаем внимание на то, что дети должны быть заняты. Трудовые отряды главы снова в деле. В первую смену на улицах города Карачаево-Олимпияхи будут трудиться 234 подростка. Кроме того, чуть больше сотни ребят трудноустроили городские предприятия. Главная задача отрядов – чистота, уборка мусора, стихийных свалок. У ребят, конечно же, основная миссия – это сделать наш город чуточку прекраснее. Это уборка, это благоустройство, это некоторые работы по озеленению нашего города. А в свободное от работы время, после рабочего дня, ребят ждет большая развлекательная, развивающая программа. Очень много интерактивов, очень много посещений. Поэтому скучно им точно не будет. Всего таких смен будет три до конца лета. Зарплата приличная – около 40 тысяч рублей за смену. Кроме работы, ребята будут задействованы в организации городских мероприятий и проектов. В Новорингойских детских садах воспитывают билингвов. Малыши обучают английскому языку с помощью современного интерактивного комплекса «Инглиш Бадди» от компании «Алма». Оборудование, разработанное при участии практикующих преподавателей и методистов в сфере детского образования, уже год используют в детском саду «Елочка». Довольны все – и дети, и воспитатели, и родители. От желающих пообщаться с Бадди нет отбоя. Добродушный мультяшный герой открывает воспитанникам «Елочки» мир английского языка. Новые слова малыши запоминают легко и, кажется, безо всяких усилий. В этом главная особенность интерактивного комплекса – обучение с помощью веселой игры. Это английская игра. Здесь ты учишься английскому языку. Мы сначала там песенку поем, а потом играем в какие-то игры. Это интерактивный планшет «Инглиш Бадди». У него еще есть вот такой замечательный комод-сундучок, мы называем, в котором есть настольные игры, которые все созвучны, они все перекликаются с нашим интерактивом. То есть там свои герои, у нашего Бадди свои друзья, мальчики, девочки, такие же, как наши воспитанники. Мы используем интерактивный комплекс «Авма» для обучения английскому языку около года. И результаты действительно превзошли самые смелые наши ожидания. Можно с уверенностью сказать, что интерес ребят к изучению языка заметно повысился. Три, четыре, пять, шесть, семь. «Инглиш Бадди» родом из России. «Чудо-технику» придумали и разработали в компании «Алма». Это один из ведущих производителей оборудования и программного обеспечения для детского образования в стране. Заниматься с Бадди можно уже с трехлетнего возраста. Чем раньше начнется знакомство с новым языком, тем лучше. Наши занятия проходят пока один раз в неделю. Занятие длится примерно 40-45 минут. Мы дополняем еще какие-то свои игры, задания, чтобы было ребенку интересно. Но на занятиях, конечно, интерактивный комплекс, именно «Инглиш Бадди», он занимает неотъемлемую часть. Ребята с удовольствием берут настольные игры, просят сами, давайте сегодня поиграем в ту или иную игру. Аналогов «Инглиш Бадди» нет. Это уникальный продукт с мультимедийным подходом в изучении английского. А еще «Бадди» дает малышам задания – побегать, потанцевать или попрыгать. Так что развитие идет всесторонне. Неудивительно, что число желающих учить язык Шекспира в «Елочке» бьет все рекорды. После внедрения комплекса «Амма» число детей, желающих изучать английский язык, увеличилось вдвое, что говорит о высоком интересе и оценке не только ребят данного процесса обучения, но и самих родителей. Безусловно, такой интерактивный комплекс подойдет любому дошкольному учреждению для изучения английского языка детьми, начиная с трех лет. И результаты обучения станут заметными через самое непродолжительное время. Благодаря «Бадди» малыши из «Елочки» пойдут в школу более подготовленными. Тем более на Ямале взяли порс на усиленное освоение иностранных языков. Новоуренгойская гимназия – один из флагманов билингвистики в регионе. В этом году здесь запустили проект «Инглиш-скул» для ребят из начальных классов. Изучение иностранного языка развивает интеллект. К тому же это способ получения новых знаний. Не секрет, что множество научной литературы написано именно на английском. С точки зрения многих специалистов, чем раньше ребёнок изучает второй иностранный язык, тем легче это ему даётся. Это даётся как приобретение родного языка. То есть не вызывает особого напряжения, и скорость усвоения этого языка гораздо выше, чем если бы он начал изучать его позднее. Приобрести интерактивный комплекс «Инглиш-бадди» может любой детский сад. Проблем с поставками оборудования нет. Всё оно сделано в России. Вложения в знания окупаются очень быстро. Как говорят в компании-производители, буквально через полгода. И если «бадди» поселится в каждом садике, умных, любознательных и перспективных ребят в регионе станет ещё больше. А сейчас наш информационный блок продолжит программа «Патруль». Антон Нечаев готов дать расклад по криминалу и происшествиям в округе за сутки. А у меня все новости к этому часу. Берегите себя и своих детей. Защищайте их не только 1 июня, но и все остальные дни. С праздником! Субтитры подогнал «Симон»!